Здравствуйте, зрители Тарантовки! Говорят, машины – это не роскошь, а средство передвижения. Однако на автошоу 2016 можно убедиться совершенно в обратном. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автошоу – отличная возможность для посетителей ознакомиться с последними моделями на автомобильном рынке, а также увидеть концепт-кары различных компаний. В этом году, к примеру, компания Tesla представила на выставке новую модель – кроссовер Tesla Model X. Ключевая особенность модели – автоматические двери в форме крыла чайки, которые Tesla называет «крыльями сокола». Они облегчают доступ в автомобиль для пассажиров второго и третьего рядов, а также требуют меньше места на парковке. Stars and Cars – звездные машины, категория, требующая отдельного внимания. В нее входят авто, которые известны всем по различным фильмам или же принадлежат знаменитостям. В этом году поклонникам «Бэтмена» представили его фирменный «Бэтмобиль», а Дэд Маус выставил на всеобщее обозрение свои крутые тачки. Организаторы выставки уделяют особое внимание истории автомобилестроения, а также серии известных гонок «Инди 500», которым посвящен здесь отдельный зал. Мы находимся в музее «Инди 500» – самой популярной и старейшей гонки Северной Америки. Здесь представлены раритетные модели болидов, которые участвовали в этой гонке. Примечательно, что в них нет ни ремней безопасности, ни каркасов, предотвращающих от ударов. Спортсменам действительно приходилось сильно рисковать жизнью, садясь за руль такого авто. 500 миль Индианаполиса, также известная как «Инди 500» или «Т-500» – одно из престижнейших и старейших автомобильных соревнований в мире, которое проводится с 1911 года. Местом проведения соревнования традиционно является Индианаполис Motor Speedway. В 1909 году был построен автодром, который имел овальную форму. А спустя несколько месяцев дорога из известняка и гравия была выложена кирпичами, что и послужило поводом назвать трассу «старая кирпичница». В то время, когда проходило строительство трассы, она считалась самым большим автодромом по всему миру. Длина дороги составляет немногим более 4 километров. Отличительной чертой данной трассы является то, что виражи имеют разные углы наклонов. Кирпичной дорога оставалась недолго. Возникшие аварийные ситуации привели к травмам зрителей, точнее кирпичи, которые вылетали из-под колес автомобилей. В результате старая кирпичница была полностью заасфальтирована. Правда, полосу старта и финиша так и оставили сделаны из кирпича, чтобы сохранить память об изначальном покрытии трассы. В музее Инди-500, который работает в рамках автошоу, представлены одноместные болиды, предназначенные для формулы. Они имеют открытые колеса. Данный вид гоночных автомобилей появился в начале 20 века и на сегодняшний день считается самым распространенным типом. Отличительными особенностями этих машин является то, что, во-первых, они одноместные, а, во-вторых, их колеса расположены за границами кузова автомобиля. Первые несколько десятилетий на старой кирпичнице принимали участие двухместные автомобили, где команда гонщиков состояла из механика и водителя. Кроме того, особенным новаторством было то, что двигатель автомобиля располагался под сидениями. Интересовались, какие органы можно продать, чтобы купить в Мазерате? Ольга Рудина и Никита Овсяников. Специально для tarantovka.com